В Наринмаре продолжается реконструкция улицы Авиаторов. Это один из муниципальных объектов на территории региона, работы на котором проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас здесь продолжается обустройство пешеходных дорожек по четной и нечетной сторонам. Понятно, что реконструкция нарушает привычную схему движения для пешеходов. Чтобы преодолеть некоторые участки, им приходится выходить на проезжую часть, что небезопасно. В темное время суток снижается и видимость у водителей из-за недостаточности освещения. Какие меры для безопасности можно предпринять на дороге в условиях ее реконструкции, разбиралась Ольга Руссу. Реконструкцию дороги по улице Авиаторов выполняет компания «Опора». С ней заключен муниципальный контракт на сумму более 79 миллионов рублей. Работа финансируется из окружного и городского бюджетов. В этом году из окружного бюджета выделены 50 миллионов рублей, из городского – 505 тысяч. Проект рассчитан на два года. Окончание работы ожидается в 2020 году. И жителям микрорайона придется потерпеть неудобства. Одни эти неудобства терпят стоически, понимая, что после реконструкции улица Авиаторов станет наконец-то современной и комфортной для всех, как для пешеходов, так и для водителей. Другие сетуют на то, что передвигаться по дороге стало очень неудобно и надеются, что новые пешеходные тротуары скоро здесь появятся. Конечно, неудобно ходить ни по обочине, нигде не пойдешь. Это что такое-то? Вы здесь живете где-то рядом, да? Еду в больницу. Вот надо отстой остановки идти, потому что ближе. Мы первый раз ее увидели. Мы первый раз увидели эту дорогу. Ну, как-то удобно выходить? Ну, пока-то нет. Пока еще не отремонтируем, так неудобно. Да, отремонтируем, может быть, и будет удобно. Конечно, плохо. Быстрее заделывали, залили бы это. Подрядчик уже подготовил всю дорожную одежду, выполнил планировку, отсыпал участки песком и щебнем установил бордюрные камни. Сейчас ожидается доставка тротуарной плитки, после чего строители приступят к ее укладке. Инициатива устроить тротуары была о опоре, потому что контрактом предусмотрено устройство покрытия тротуаров только в следующем году. На данный момент у нас в доставке находится весь необходимый материал. Предположительно, он должен прийти к концу следующей недели. Как он придет, у нас, соответственно, начнут делать тротуары. В этом году также планируем сделать освещение и ограждение. А пока пешеходам приходится выходить с необустроенных тротуаров на проезжую часть. Это, к слову, в условиях реконструкции допускается правилами дорожного движения, как пояснили нам инспекторы ГИБДД. Необходимо соблюдать неукоснительно правила дорожного движения. И если отсутствует возможность соблюдать требования знаков дорожного движения, и если отсутствует возможность двигаться по пешеходной дорожке, либо тротуару, а также обочине, то необходимо с особыми предосторожностями двигаться по краю проезжей части. Надо отдать должное. Дорога на улице Авиаторов под постоянным контролем инспекторов дорожного движения. Постоянно на особо опасных участках выставляются дорожные знаки, ленты ограждения и боны. Главное – внимательно следить за этими изменениями. В рамках возложенных полномочий, а именно это Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, ежедневно проводит мониторинг проводимых работ, а также в рамках дорожного надзора ежедневно обследует данный участок дороги, а также в непосредственном взаимодействии с рабочими, то есть проводится консультационная работа, разъяснительная работа, а именно по установке вносятся при необходимости корректировок, оперативно вносятся какие-то изменения, выставляются дополнительные технические средства организации дорожного движения, то есть непосредственно на участке работ, то есть все это делается во взаимодействии в рамках национального проекта. Как вариант, пешеходы предлагали перекрыть автомобильное движение по Авиаторов на время реконструкции. Этого варианта не рассматривалось, в любом, возьмите по России, закрывается полоса, машины идут в любом случае, мосты ремонтируют, одну полосу открывают, но это сегодня даже говорить о том, что ее закрывать, да, речи быть не может, почему, потому что и автобусное сообщение плюс ко всему, и я думаю, что это позволяет ее эксплуатировать в настоящее время, даже при проведении ремонтных работ. В данном случае в проектной документации перекрытие полос движения не предусмотрено, поэтому и в соответствии с проектной документацией все сделано, если невозможно было сделать объезд. Заказчик работ управления городского хозяйства просит жителей потерпеть неудобства. Других вариантов пока нет. Подрядчик общества опоры обещает уже в этом году установить и так необходимое освещение. Кстати, что касается ширины проезжей части, то она составит теперь 7 метров, что соответствует всем стандартам и требованиям. Я понимаю, что жителям сегодня как бы неудобно, но были тротуары из асфальтного бетонного покрытия, пересогласовали на брусчатку, она сейчас отгружается, где-то, скажем, на следующей неделе она подойдет и будут выполнять тротуары. Один или два – это уже несколько другой вопрос. Сколько успеют до морозов? Ну, какой-то тротуар будет выполнен. Плюс они должны выполнить вот эти выбоины, которые они организовались и все прочее, так сказать, сравнять. Основные работы по реконструкции улицы авиаторов запланированы на 2020 год. Окружной бюджет профинансирует работы на сумму 29,5 миллионов рублей, городской – 298 тысяч рублей. Пока участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Примерно так водитель видит пешехода на нерегулируемом переходе. Поэтому необходимо остановиться, убедиться, что водитель остановился и пропускает вас. А еще для лучшей видимости рекомендуют носить светоотражатели на одежде. Берегите себя. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...